привет сегодня обзор дешевых китайских замков и как и чем их можно открывать значит это скороходы они работают там где есть барашек задний но не во всех замках дальше есть вот такие универсальные ключи их можно с собой наносить там на связке как брелок то есть такие также есть усиленные инструменты как бы как ключи но только вот более крепкого металла и также есть китайская импрессия вот это китайский замок у нас есть вот такой набор в нем идет стандартный профиль и профиль со скосом допустим стандартный профиль в этот замок уже не подойдет можно использовать вот такой также и в ключах есть профиль со скосом и также есть в китайской импрессии профиль со скосом потом будем пробовать открывать вот такой замок сап называется сп сп пунту ну и также юска так начнем с первого замка юска его будем пробовать открывать ключом берется готовая фольга ложится сверху наносить надо загнуть когда вставляю в замок он не соскочил и вот так вот тачаем некоторые замки могут открываться быстро некоторые не очень быстро так есть также его его же можно открыть и усиленным профилям профилям набора китайского самописи теперь будем открывать вот такой замок с барашком сп питатель протестируем скороход работает теперь протестируем как он будет открываться ключом также ложим на сторону где у нас канавка специально подготовленная ну тем инструментом откроется также сама сто процентов просто иногда ключом не все получается открыть сейчас я покажу допустим вот у нас замок сап и у нас однорядно это настоящий второй ряд кстати это тоже сап есть барашек пробуем его скароходом открывать так же само открывается скароходом пробуем его открыть ключом так он сорвался но видимо из-за того что здесь такой перепад секретов глубокий сразу высокий фольга задавилась и он попал в ложный паз вот поэтому в этом случае нужно более сильнее давать нагрузку более резко потому что ключом вы такую нагрузку не дадите его можно легко сломать будем использовать силовой вариант замок останется целый просто на него можно дать смело больше нагрузки также ложится на рабочую поверхность там где канавка заклинили ну даже бывают такие замки которые стоят на улице ими часто не пользуются допустим ключом китайской импрессии его трудно будет открыть потому что он там закисленный заржавевший а вот таким усиленным инструментом свертом его намного больше шансов открыть потому что можно смело дать нагрузку данный сверт он не поточен он идет запасом длины то есть он у нас уперся носиком и получается он идет на утолщение чтобы идеально допустим открывать заклинившие замки его нужно подтачивать чтобы он заходил своей плотной частью сюда тогда если один два секрета там не собирается никак их можно доломать с помощью такого ключа замок пунту протестируем китайскую импрессию вставляем иглу и достаем и вот такими движениями в общем после этого ключ работает ничего не завязает все нормально в общем для китайских замков по нормальному нужно как бы иметь не только один инструмент а возможно и усиленный свертый обычную импрессию скороходы также ключи все цены и инструмент будет на сайте ссылка в описании будет по видео и и и и и